Сегодня в Бразилии особенный день. 2 октября. Единый день голосования. И вот на площади собрались люди, которые только что вышли из избирательного участка в школе. Сегодня гражданам республики предстояло выбрать президента, губернатора своего штата, депутатов Верхней Палаты, это сенаторов, депутатов Нижней Палаты, это обычных парламентариев, а также законодательный орган своего штата, ну или как здесь у нас федерального округа. Выборы в Бразилии проходят в электронном виде, но в отличие от российских, фальсификации здесь весьма затруднительны. Вот здесь вот на стене видны номера участков, номера локаций, в которых здесь голосуют люди. И мы находимся внутри школы, где сейчас будут проходить выборы. Люди приходят туда, выстраиваются в очередь, голосуют и потом уходят. Это территория школы. И мы пока не имеем права голоса. Планы пилота, центральная магистраль, а спортсменов, как и машин, почти нет. Все на выборах. Дорогашей нету. Все-все улицы, все общественные места засыпаны листовками. Видимо, эти листовки не успели раздать и решили, что лучше уж пусть будет так. Время полпятого. Еще 30 минут до закрытия избирательных участков. Мы находимся на... Эспланадо Дос Министериос. Это центральная площадь столицы. Сзади, по левую и по правую руку видны здания министерств и ведомств бразильских. И по идее, какие-то отдельные аналитики предсказывали сегодня военный переворот. Что сюда придут танки. Ну и здесь не видно не только танков, но и людей, которые бы их встречали или наоборот им бы противились. Сейчас я расскажу вам три самых интересных факта о бразильской избирательной системе. Первый интересный факт. Это то, что выборы здесь проходят только в электронном виде. Никаких бумажных бюллетеней человеку не выдается. Второй интересный факт. На избирательных участках не висят фотографии, плакаты и официальная информация о кандидатах. Ты должен запомнить номер кандидата, и никто тебе не подскажет номер твоего избранника, если ты его забыл. И, наконец, третий интересный факт. Это три с половиной реала. Ровно столько вам обойдется не участие в выборах, если вы гражданин Бразилии. Это меньше одного доллара, примерно где-то 70 центов. Но проблема заключается в том, что, чтобы заплатить эти 70 центов, это 50 российских рублей примерно, вам нужно еще прийти в место, где нужно поплатить этот штраф и написать объяснительную. Почему вы не пришли на день голосования? Вдруг вы изменник Родины? Вот это здание Сената, и рядышком там такая чаша, это здание парламента. Именно туда будут избираться сегодня все-все-все эти кандидаты. Как их вообще выбирают? Избиратель приходит на свой избирательный участок по месту жительства, его находят в списках, и он встает у машины, куда нужно вводить номера. Пять разных номеров. Кандидаты во время агитации стараются всячески напомнить о себе, предоставить свой номер. Есть пятизначные номера, есть четырехзначные, трехзначные номера, есть двухзначные номера, трехзначных, каких только нет. Что это такое? Избирателям Бразилии предстоит на память, на избирательном участке. Можно только иметь свою собственную памятку, именно поэтому кандидаты стараются вручить ее избирателям. На память должны будут ввести номер своих кандидатов. Вот порядок ввода этих самых номеров. Вначале они голосуют за федерального депутата. Это аналог депутата Государственной Думы. Четыре цифры. Потом они голосуют за окружных, поскольку в федеральном округе, или за депутатов штатов. Это в том случае, если люди находятся в штате, в любом штате Бразилии. Это нечто вроде законодательного собрания вашей области, вашего края, ну или Мосгордумы, если вы живете в Москве. Потом трехзначный номер – это номер сенатора. Это единственный человек, который будет представлять вашу территорию в Сенате, в Верхней Палате Парламента, в России это назывался бы Совет Федерации. Только в Российский Совет Федерации сенаторов избирают как бы одновременно с губернатором, потому что губернатор обещает назначить сенаторов. А тут прямое голосование. Так же, как в США. Наконец, две цифры и две цифры. Самое важное. Говернадор, губернатор и президент. Президент. Ну, понятно, кто такой губернатор, а кто такой президент. И самая важная борьба, конечно, развернется за последние две позиции. Здесь можно посмотреть листовки. Два самых важных номера внизу на последнем пункте. 22. Это номер действующего президента. И 13. Это номер лидера оппозиции. Лидер оппозиции представляет рабочую партию, поэтому он красный. Типа так маскируется коммунистическая партия, потому что она тут единственная партия, которая запрещена. Ну, можно просто не называться коммунистической партией. И зеленые, на самом деле номер синий, на самом деле это либеральная партия правого толка, которая является консервативной. Я вообще тут ничего не понимаю. Но именно от нее идет действующий президент. И в том случае, если сегодня ни один из кандидатов не наберет 50%, как в губернаторы, так и в президенты, то в этом случае будет объявлен второй тур, который пройдет через 4 недели. Кстати, результаты выборов будут известны уже через 2 часа после закрытия участков. Не то, что в России, где электронное голосование считается дольше, чем бумажное. Какие выборы более честные, а? Действующего президента Бразилии, Жаира Болсонару, сравнивают с бывшим президентом США, Дональдом Трампом. Потому что за некоторое время до голосования они объявили, если я не выиграю эти выборы, значит выборы сфальсифицированы. Только Дональд Трамп не верит в целом в избирательную систему США, а Жаир Болсонару просто хочет вернуть бумажные выборы и не верит электронному. Незадолго до выборов Дональд Трамп опубликовал в твиттер-пост в поддержку Жаира Болсонару, назвав того «моим тропическим другом». И многих бразильцев это насторожило, потому что Трамп, когда проиграл выборы президента, устроил знаменитый штурм Капитолия. И поползли слухи, что Жаир Болсонару, будучи военным, а военные в Бразилии имеют традиционную значимую роль в обществе, может устроить военный государственный переворот. Именно поэтому мы сегодня приехали сюда на велосипедах, чтобы быть в центре события и убедиться, что военного переворота не будет. Ну, если вы смотрите это видео, значит, его все-таки нет. Собираются сторонники Болсонару и... И кого еще? Немножко пресса, да никого еще. Это как раз попахивает тем сценарием, когда Трамп не победил и пошли штурмовать Сенат, ну, то бишь Капитолий. Вот, пожалуйста, он здание Сената. Но, что показательно, люди просто... Вы должны вообще понимать о том, что в Бразилии, не как в России, если ты выходишь в задействующую власть, то ты молодец. Если за лидера оппозиции, то тебя гонят палками. Нет. Потому что власть тут меняется вот так. Поэтому нету никакой преференции действующего президента. И люди, которые вышли сюда с флагами за действующего президента, вполне возможно, что завтра они окажутся в глубокой оппозиции. Но, тем не менее, людей никто не разгоняет, никакие уведомления о митинге они, естественно, не подавали. Так работает свобода и демократия. У меня бьется сердце, я хочу прийти сюда, я прихожу. И ухожу домой на своих двух, а не на четырех колесах автозака. И эти люди в день выборов, несмотря на то, что агитация запрещена, стоят с флагами, но они же агитируют сами от имени себя. Поэтому их не арестовывают. Субтитры создавал DimaTorzok Ни сенат, ни дворец федеральной власти людям неинтересен. Он просто вот оцеплен, там полиция, ну полиции так, не сильно много. Даже вот у заборов никто не стоит, не охраняет. Все люди там сигналят, радуются. В общем, праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok